Всем привет, с вами Владислав и я ведуся влока жизни. Сегодня надо мне помыть газовую плиту, сегодня надо притереть пыль в комнате кое-где. Поэтому это типа влог, день из жизни, уборка в доме. Владислав молодец, Владислав ухаживает за квартирой, чтобы было чисто и уютно, в скобочках нет, не ухаживает. Честно, я не особо люблю мыть газовую плиту, скажу больше, я ненавижу мыть газовую плиту, но ее мыть периодически надо, иначе там будет полный ахтунг. Приступаем. Кстати, еще мне есть кое-что вам рассказать. Представляете, недавно РЕН-ТВ, федеральное РЕН-ТВ, кусок моего ролика взяли в свой выпуск. У них есть передача «Военная тайна» или что-то типа этого называется. Оказывается, интернет переполнен видеоинструкциями, как поесть бесплатно. Как сэкономить и прожить на китайской лапше неделю. Хотелось бы, чтобы это у меня хватило на две недели, но навряд ли. На этом фоне... И они взяли мой кусок ролика, где я закупаю продукты, все перевернули и выдали какую-то свою правду. Российское телевидение, как обычно российское телевидение, пытается преподнести все со своей точки зрения, хотя в моем ролике все было совершенно по-другому. Они это обставили так, что я типа в Ютубе попрошайничаю, прошу денег, потом на эти деньги я покупаю продукты и уже показываю то, что я на эти деньги, которые мне люди прислали. Что я купил? Такой это бред! Во-первых, я продукты всегда покупаю на свое пособие по инвалидности. И я просто беру, показываю, чем я питаюсь и какие продукты я покупаю на месяц. Это не для того, что я попрошайничаю и потом показываю эти продукты. Это просто закупка на месяц, чем я питаюсь, чем я живу, чем я дышу. Не надо так на ТВ, пожалуйста, давать. В следующем выпуске жду, чтобы вы извинились передо мной. Вот так тут. Российское ТВ. Ютуб красавчик. Сейчас выставлю камеру и буду мыть газ. Надо как-то так сделать, чтобы вам было не видно газовые плиты. А то она в мега практически ужасном состоянии. Я ее не мыл. Даже не могу представить, сколько. Но, наверное, на протяжении месяца. Может, чуть побольше. В общем, обычно в квартире газовая плита. Это у меня самое засорное место. Хотя, казалось бы, что там такого? После использования взял, протер. Все, будет чисто и красиво. Но нет. Газовая плита постоянно жестко засирается. Ну, ладно. Главное, что я ее мою и не оставляю надолго в ужасном состоянии. Ну, почти, не оставляю надолго. Сейчас я вас поставлю и буду приступать к мытью. Ребята, если что, закройте на пару секунд свои глаза. Так, чтобы вы не видели этого ужаса, который тут происходит. Хотя, возможно, не так, что все ужасно. А вообще, вам все кажется. Если что, вам все кажется, не так все ужасно. Все хорошо. Вот и все. Уже практически полная чистота. Уже почти нету грязи. Почти что все идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда делаю так и оставляю. Не знаю, есть ли в этом какое-то рациональное решение. И помогает оно или нет. В том, что я думаю, когда я его так оставляю, этот ферри немножко впитывает грязь, которая въелась в плиту. Или жир, который въелся. И его немножко растворяет. Помогает или не помогает, это я не уверен. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Превью я сделал. Теперь надо кое-что сделать другое. Я скоро включусь. Прошло немного времени. Погнали дальше начищать газовую плиту. Пускай плита снова немножко постоит, а я пойду протру пока пыль в комнате на комоде. На маленьком столике. И вроде в комнате все. Надо включить свет. На улице очень темно, несмотря на то, что еще не поздно. И достаточно рано. Но, но, но. На улице пасмурно и очень ужасная плохая погода. Так. С комнатой я закончил. Сейчас я приступлю обратно к кухне в газовой плите. Классно. Как обычно. Как обычно у меня все падает. Просто супер. Кто рукожоп? Владислав Рукожоп. Классно. В целом уборка прошла успешно. На этом, я думаю, можно ролик заканчивать. Я молодец. Вы тоже молодцы, что посмотрели мой ролик. Не забывайте прокомментировать, поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И нажать, самое главное, колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Не пропускать мои стримы и не пропускать мои ролики. Вы просто лучшие. Я желаю вам счастья, здоровья, всего самого хорошего и наилучшего вашим близким. Чаще улыбайтесь, убирайтесь дома. И всем пока-пока. Продолжение следует...